Всем здравствуйте! Я хотела оставить отзыв о группе по гипнозу развития души. Никита проводил гипноз и сейчас немножко с благодарностью расскажу разницу, что произошло. Всего прошло, наверное, полтора, может быть, два, ну пусть будет два дня после гипноза. У меня, в принципе, я сильный человек, у меня сильная сила воли, но если разделить физическое тело и энергетическое тело, то есть я ближайшие, наверное, последние два года жила на физической энергии, это колоссально тяжело. У меня миллион было намерений, миллион планов, там, не знаю, масса, но у меня не было энергии, чтобы сделать. Утром это было встать, что-то подняться, мне нужно было час-полтора, чтобы вообще поднять себя с кровати, чтобы дойти до работы. Вроде столько планов, столько идей, столько всего-всего-всего, но я за последние два года практически чуть, ну, такое ощущение, что я просто села и сижу. Я все хочу, я все, у меня мотивации просто, она прям из края льется, но ничего делать я не могла. Ну, то есть нету такого, чтобы я не хотела. Я хотела там встать, приготовить, покушать, я хотела там лишний раз сходить в душ, чтобы вообще, ну, то есть ноль. Иногда даже доходило до того, что нужно было погулять с собакой на улице, я просто чуть-чуть неслезно просила детей, погуляйте с собакой, так как не потому, что я их хотела чему-то научить, а потому что я не могла это сделать вообще. Это было что такое. Проводили в течение, там, года разные исследования, там Таро, Руны, и везде показывали, что есть какие-то магические порчи. Очень, очень много практика проходила. Я нашла эти порчи, я, мы их убрали, убирали даже не то, что много, много раз, а много раз, если убираешь, немножечко легче становится, опять все то, что возвращалось, возвращалось и так далее. И даже при очень хорошей чистке, когда убирали сущности, стало легче, ощущение изменилось, подмена сознания, все ушло. Но опять же, я почему не могла ничего делать? Мотивации моря, а делать не могу. Когда все говорят, бери и делай, если у вас нет энергии, ни хрена у вас не получится, нужно искать причину. И вот я задалась этим вопросом, очень-очень долго искала, думала, и вот уже все. У меня грандиозные намерения на ближайшие, там, 2-3 месяца для себя, для моей группы «Лошадь и судьба», для моего проекта «Выжить 50 целей за 365 дней», осталось 30 дней. И я понимаю, что я не могу сделать последний шаг. И вот я договорилась с Никитой, мы прошли гипноз, очень шикарная вещь, то есть я пообщалась с Высшим, я очень рекомендую. И мы, ну, как бы я уже знала заранее, потому что я уже много исследований провела, я уже знаю, откуда растут руки по магическому заклинанию. Оно вот действительно все проявилось, действительно и заказчица, и заказчик. И все это мы просто, даже не то, что мы, я сама же была в гипнозе, я сама все убирала с такой легкостью, и Грегоров убрали. То есть получается, что энергия, которую я с помощью космического рейки накачивалась в последние 2 месяца, если бы не этой энергии, наверное, бы давно уже руки-ноги протянула. Вот, и получается, что оно как бы вот накачаешься, только спать ляжешь, утром встать не можешь, как будто кто-то вот, ну, не проходит. Ну, я не знаю, что происходило, прям вот все понимая причины, убираешь, убираешь их, оно прям вот не идет. И вот с помощью чистки в гипнозе, с помощью осознания того, что у тебя чего не хватает. Я как голодная во время чистки пыталась там хватать эту энергию, хватать, напитываться космической энергией. И прям такая, неужели она пошла, неужели прям я ее, я ее стала чувствовать, что она стала прям напитывать меня. Напитывать и напитывать, напитывать. Вот, все там заборчи, все там моменты убрали с маминой какие-то задачи неправильные в мою сторону. Тоже она забрала, сказала, что я тебя отпускаю. Вот, там подключку к нежнему миру все убрали. И первое, что я почувствовала, это после гипноза я просто уснула. На самом деле я уже больше, наверное, двух лет вообще спать не могла. Может, даже больше, может, три года, потому что у меня мучили ночные кошмары. Не то, что кошмары, я же как эзотерик, и я часто вижу тонкие тела, тонкие миры, и они часто преследовали меня. Не то, что преследовали, я просто их видела, иногда даже не понимаешь, зачем и почему. И вот, ну, ночи были для меня очень сложные. Я иногда спала там по два часа, по три часа за ночь, чтобы хоть как-то, хоть как-то не потерять энергию, потому что я знала, что если я буду спать там восемь часов, я потеряю энергию. Прям не будет ее, не будет абсолютно ничего. И результат, результат сразу был на следующий день после гипноза. Первое, что я почувствовала, я проснулась утром, я не захотела лежать. Я прям проснулась, и все, я готова что-то делать, готова встать. Я говорю, боже мой, я это не ощущала, не знаю, года два, три, чтобы я так проснулась и хотела что-то делать. Я такая, вроде выходной, я встала, пошла там, навела дома порядок, который там требует уже давно навести. Я там приготовила покушать, я так захотела погулять с собакой, там вышли мы с ним побегали, там. Я думаю, странно, такое ощущение вообще, такое подъемное, так классно. Потом, что вечером? Ну, так днем так все прошло, да, дочку разбудилась, туда пошли. Поехали в школу, в школе там сделали там видео. Вечером прихожу домой, ну, как обычно, я, если что-то там днем поделаешь, то есть оставшуюся физическую энергию куда-то истратишь, а потом сидишь, я там все думаю, надо писать там план, надо что-то делать, планов моря, не могу, не могу начать. Такое ощущение, как будто меня там, бах, бах, вот так вот и обрезали. То есть, ну, нету реализации. Ребята, если у вас нету сил, если вы утром не можете проснуться, нету у вас энергии, ищите причину, ищите причину, почему ее нету. Гипноз это мне помог, Никита просто супер мастер, я не знаю, я к нему, наверное, буду ходить не один раз и буду учиться у него. Вот, это что получается, я вечером такая думаю, ну, сейчас полежу, короче. Я так легла, блин, а что лежать-то, мне неохота, она такая бодрячком пошла, там еще кое-что поделала, там приготовила себе там еще овощей покушать. Пошли мы еще в час ночи погулялись, тоже так, такой бодрячок. Вечером, вечером легла спать так, я так хорошо провалилась в сон, утром открываю глаза, будильник прозвенел, я такая думаю, ну, все, сейчас опять встать, нет, нормально, встала, пошла, все сделала. Ну, ладно, это еще, ладно, тут утром понятно, что я там поздно легла, рано встала, еще что-то там как-то туда-сюда, ну, и то я все сделала утром, и кушать приготовила, и, ну, физически я начала двигаться, там посмотрела видео, обучающие видео, какие-то планы составила, что-то сделала и так далее. Вот, в обед, ну, как обычно, в обед у меня, когда утром что-то поделаешь, раньше было не раз, и нужно поспать. Ну, так сказать, хоть как-то восполниться, хоть как-то получить энергию. Тут легла на диван, глаза закрываю, е-мое, а что-то мне спать не хочется, мне хочется встать, мне надо было в деревню ехать, а я планировала в два часа встать и поехать в деревню. Ну, какие два часа? Я сейчас хочу ехать. Раз, так, встала, так, начала собираться, собаку взяла с собой, завели машину, поехали, съездили в деревню, вернулись. Ну, вот, в деревню немножко, там, эмоционально пообщались, давно не виделись, домой возвращаюсь, опять легла. И вот, буквально даже сейчас, то есть, какие-то были страхи, нелюбовь к себе. Я, там, три дня собиралась записать видео, там, и так далее, а тут с таким удовольствием, прям, у меня, не знаю, такая энергия. Так что, Никита, ты молодец, очень правильный подход выбрал. Ты можешь лечить людей, можно миллионы всяких, там, тем диагностик проходить. Ребята, если вы не найдете причину, ничего вам не поможет. Как не было сил утром проснуться, как не было намерений, намерений, может быть, у всех есть. То есть, не почему всегда говорят, бери и дело, а бери и делай, нету сил, нету энергии. А если нет энергии, все, ты просто, ты просто хочешь и больше ничего. И это, к этому хочу, нету энергии делать. Вот, а если ее накачивать, себя накачивать, накачивать, искать свой бозончик, там, не знаю, там, ну, это поможет, но это поможет на какое-то очень-очень короткое время, если ты там успеешь за это короткое время что-то сделать, то есть все. Но чем гипноз, класс, это что я узнала причину, я не просто узнала, я сказала, во, я вижу причину, да, вот эту причину, причина мне мешает. Нет, мы эту причину просто трансформировали в открытый канал энергии, который прошел. Вот, вот, даже вот, если взять ощущения до и после, ну, это просто офигенно, просто офигенно. Люди, если вы считаете, что вы здоровы и у вас все классно, но при этом приходите с работы и не можете встать с дивана, какая бы у вас работа ни была, физическая, умственная и так далее, нету у вас энергии. Ну, нету, и ищите причину, потому что причину можно найти в гипнозе. Так что я рекомендую Никиту, и Никита будет, ты будешь меня учить, так что все, я от тебя не отстану. Мне понравилось с тобой работать, потому что есть результат. Я очень редко даю видеоотзывы, ну, особенно видео, вообще отзывы редко даю. Но когда есть результат, я никогда не жадничаю, поделиться своим энтузиазмом, энергией, тебя порекомендовать. Я тебя уже рекомендую, всем рассказываю про тебя, и вообще классно. Я благодарю за то, что я тебя встретила. Наверное, вселенная решила, что хватит мне мучиться, пора уже как-то открывать канал и двигаться дальше, потому что планы очень хорошие, очень большие внешние, не только для меня, но и для людей и так далее, что мне реально нужна была помощь как-то это все начинать делать. Вот, и так что я тоже, наверное, скорее всего, раз я эзотерик, я занимаюсь энергиями, я также могу и все это самостоятельно делать, проходить и так далее. Ну, может быть, тоже буду заниматься как Никита, но Никита будет мой учитель. Я уже решила для этого. Вот, что еще хотела сказать, что, да, я вот в принципе уже все сказала, все это круто, потому что изменения офигенные, да, даже вот, у меня даже глаза начали гореть. Я когда смотрела трехлетней давности фотографии, там глаза горели. А здесь о последнее время, сколько бы я там себя там не накрашивала, там еще что-то не делала, мне глаза не горят, не горят и все. Что такое не горят? Я говорю, я даже где-то пост писала, говорю, вот посмотрите глаза, хочу такие глаза, которые были тогда. А все почему? Потому что люди, не подумавши, наносят гадости, не подумавши начинают какие-то обиды, блоки, разочарования. Блин, зачем? Чем больше ты светишь, и тем больше ты желаешь всем добра, тем больше тебе возвращается. Это круто, когда так живешь, просто круто. Я всех рекомендую. Вообще круто. Просто рекомендую. Ну и также заходите ко мне на сайт, заходите ко мне в группу «Ваша ли судьба». Читайте мои посты и обращайтесь к Никите за гипнозом. Блин, не пожалеете. То есть цена, это бесценно то, что он дает. Бесценно. Всем желаю добра, радости, счастья и любви. Пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова